За двойное гражданство в Украине не наказывают, так постановил Закарпатский апелляционный суд. Куда обратился житель Закарпатья? Прижучить его хотели пограничники, поскольку, являясь гражданином Украины, на границе он показал венгерский паспорт. Однако суд встал на сторону заявителя и сказал, что закон не запрещает путешествовать украинцам с документами иностранных государств. В тонкостях двойного гражданства разбиралась Марина Ковалин. Шандер – гражданин двух государств Украины и Венгрии. Родился и вырос в Закарпатском городке Берегово по национальности венгр. Чтоб легче было трудоустроиться в Европе, в 2009 году оформил венгерское гражданство. С этим паспортом любой край Англии, Германии, хоть куда мы можем поехать, и спокойно официально нас принимают. За границу Шандер ездит на сезонные заработки, живет в Берегово и отказываться от украинского гражданства не собирается. А вот вторым пользуется по полной. Например, как иностранец, он может ездить в Украине на нерастаможенной машине целый год. Чтобы не придирались таможенники, на границе Шандер показывает венгерский паспорт. На украинском паспорте лишь можно на 5 дней быть в Украине. И нужно вернуться. В апреле этого года Шандер в очередной раз пересекал границу. Как обычно показал паспорт гражданина Венгрии, когда украинские пограничники выявили, что Шандер их соотечественник, составили протокол за попытку незаконного пересечения границы. Ссылаются на разъяснение высшего специализированного суда. Предъявив, как подставу для переданного держава на кордон на выезд, закордонный паспорт гражданина иноземной державы. То есть не соответственный паспортный документ. Высший специализированный суд Украины из рода цивильных и криминальных справ задав пояснение в то, что въезд на территорию Украины граждан Украины и выезд с предъявленным паспортов, выданных на имя граждан иноземных держав, в суперечном статии 3 законно-Украины, тяга за собой административную ответственность. А вот адвокат Шандера уверяет, протокол на его подзащитного составили незаконно. Протокол, составленный пограничниками, решили оспорить. Суд первой инстанции встал на сторону пограничников и оштрафовал Шандера на 1700 гривен. А вот апелляцию житель Берегова выиграл. Частиною первой статии 204-1 за предъявление паспорта іншой державы, ответственность не настаёт и не передбачена. Если ответственности за наявность гражданства других края не имеет, то особа не может нести ответственности, не вважаючи на то, где она предъявит этот паспорт. По данным пограничников, в этом году они составили 128 протоколов в отношении граждан Украины, которые предоставляли в пунктах пропуска паспорта иностранных государств. И только в одном случае, в Закарпатье, такой протокол обжаловали. Так чем же в итоге руководствоваться украинцам в вопросе второго гражданства? Вопрос остаётся открытым.